Компания Hyundai снова подвела итоги прошлого года в онлайн-конференции, из которой мы узнали, что на российском рынке продано без малого 170 тысяч автомобилей. Рост составил символические 2%. Притом главный бестселлер, кроссовер Creta, после смены поколений начал терять клиентов. И дело тут не в спорном дизайне. На невостребованный автомобиль дилеры не смогли бы накручивать треть цены. Проблемы явно производственные. Так или иначе, объем продаж упал на 7%. Возможно, ситуацию улучшит грядущий рестайлинг, но он вряд ли случится раньше 2023 года. Через онлайн-магазин было продано только 5000 автомобилей Hyundai. То есть лишь около 3% от всего объема сбыта. При этом руководство российского офиса настаивает. А прямых в обход дилеров в продажах речи не идет. Это вот очень важный момент, потому что очень много разных спекуляций вокруг этого. Дилер здесь абсолютно полноправный и очень критически важный участник этого процесса. Собственно, чтобы поддержать бизнес дилеров, Hyundai вводит квоты на продажу онлайн. Клиенты хотели бы купить машины без дилерских допов, но на витрине электронного магазина автомобили появляются редко. Также 3000 машин нашли своих пользователей через сервис подписки Hyundai Mobility. В этом году должен появиться новый тарифный план Сити для почасовой аренды, который будет напоминать каршеринг. Что касается грядущих новинок, то первый станет минивэн Hyundai Staria. Он уже сертифицирован, а продажи начнутся через неделю-другую. Также до конца первого квартала появятся оспортивленные кроссоверы Tucson N-Line и Creta N-Line. Она будет очень сильно отличаться от текущей Creta. Это вот очень важный момент. Пока мы это вам не показываем, это будет сюрприз. Я думаю, она вам понравится, потому что она реально будет отличаться. На лето намечен старт продаж электромобиля Ioniq 5. Батарейный Hyundai точно будет доступен по подписке, а вот розничные продажи под вопросом. И, наконец, осенью ожидается обновленный Hyundai Polisade. Премиальный бренд Genesis сумел нарастить продажи в 3,5 раза. Так что амбициозная цель обогнать Porsche, Land Rover и Volvo вполне достижима. Тем более, что осенью появится представительский седан Genesis G90 второго поколения.